Проект изменения у правилы дорожного руха прошел в громадское обмеркование, однако указ по коль не принятый. Одна из максимумных измен, держа от инспекции, пропонуя дозволить велосипедистам не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах, а просто снижать худкость. Мы тывуясь гэта тым, что такое правило у сё ровно мало кто выконвая. По коль на республиканске музровнее формулюют новации, у Витебска инспекторы нагадали велосипедистам, что расслабляться рано. Сегодня празд любые переходы и велосипедист повинен рухаться пешу. С наступлением весеннелетнего сезона велосипедистов на улицах Витебска становится всё больше. Пировагу к этому виду транспорта отдают за его экологичность и мобильность. Велопарк расте, а правила дорожного руха его владельники выконвуют с далёка не заусёды и нередко пополняют статистику аварой. На сегодняшний день в Витебске области к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено более 1200 человек, которые нарушили ПДД, двигаясь на велосипеде. В настоящее время в Витебской области актуальна проблема ДТП с участием велосипедистов. Произошло на сегодняшний день 4 ДТП, в которых один велосипедист погиб и три получили травмы различной степени тяжести. Два основные пункта велосипедных правилов – заборона рухаться по проезжей части и необходность спешиваться на пешеходных переходах. Игноруют однолького часто и тое, и другое. Отсутность у Витебской инфраструктуры для велосипедистов, вымушая их ехать альбо по тротуарах и лавировать помеж пешеходами, альбо смещаться на дорогу и разыковать трапись под машину. Валерия таки вариант не засмучая. И только после размывы с инспектором он заезжает на тротуар. Ехал бы в проезжей части именно потому, что нет велосипедных дорожек у нас достаточного количества. Велосипедисты, по моему мнению, очень мешают проходящим пешеходам на тротуарах. Поэтому вполне себе при небольшом движении можно, я считаю, двигаться и по проезжей части. Изменения у правилы дорожного руха попульно стадо и проекта. И они могут дозволить велосипедистам не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах, просто снижать худкость. У Витебску многие аматоры двухколого транспорта так ездят и зараз. Инспекторы дают лумачать, что по кулья еще это порушение правилов. Вы ездите на велосипеде, краю проезжей части подъезжаете, слазите с велосипеда, спешиваетесь. Таким образом пересекаете проезжую часть дороги. Понятно, думаю, нарушение вам понятно, да? В соответствии с законодательством вам объявлено замечание русского. На велосипедах часто перемещаются школьники. Тому напереды дни летних каникулов гэтая тема на особливом контроле ДАИ. У в области зараз проходить ДК до безпеки для профилактики дитячого дорожно-транспортного травматизма. До речи, по этой же причине уже с 25 мая усим водителям рекомендует рухаться с включенным ближним светлом фар. Больба Жмаргун, Александр Петровецкий, Новины, Витебск.